Старый пёс из Красноярского приюта переехал в столицу к подруге знаменитой певицы Зиверт. У Беляша умер хозяин, в него стреляли, но потом ему всё-таки повезло в жизни. Об удивительной истории собаки, которая будет доживать свою жизнь в любви, наш следующий сюжет. Ай, молодец! Ой, красавец какой! Пушистого красавца зовут Беляш. Сначала у него умер хозяин, вместе с ним не стало рыбалки, охоты, еды и крыши над головой. Скитался по улицам, там ему прострелили лапу. И неравнодушная женщина привела его в приют. Мы сделали рентген, но видели, что там нет сустава. То есть собака приехала уже покалеченная. И там внутри была пуля пульки. То есть видно, как они там на снимке. Эти пульки видно. То есть восстанавливать лапу, то есть сустав, мы уже бы не смогли. То есть мы просто его оставили в приюте на доживание. Ему уже было тогда 8 лет. Первое время здесь он кусался, прятался, но доброта волонтеров сделали свое дело. Почесим Беляшику вот так, вот так, вот так. Несмотря на возраст, пытались найти Беляшику дом. Рассказывали в соцсетях его историю, снимали ролики. Они просто любят тебя любого. Ты можешь быть мерзавцем, ты можешь толкать, пихать их ногами. Они все равно будут тебе преданы и любить тебя. На один из них наткнулась Мария из Москвы. В середине августа прилетела знакомиться. Все началось с поста в запрещенной социальной сети. Там было видео, которое сняла волонтера Аркиного дома. И там был Беляшик с ими несчастными, этими очаровательными глазами. И случилась любовь с первого взгляда. Везти собаку решили поездом. Билеты были только на сентябрь. Еще месяц пес жил в приюте. Привыкал гулять в шлейке, съездил к грумеру, специалисту по уходу за шерстью. В общем, готовился к переезду. Ну-ка, передай привет маме. Улыбочка. Ай, молодец. До Москвы Беляшик добирался с комфортом, которого до этого никогда не видел. Для него специально выкупили целое купе. Кушай, кушай. Кушай, мои сладкие. Сейчас он уже осваивается. Нарезает круги по большой лужайке у своего нового дома. Беляшик, иди скорей. Иди скорей. Иди скорей. Ай, ты мой малыш. Ты мой малыш. Весь мокрый. Причем он не единственный пушистик в семье. Здесь еще живет самоед Айла. И кажется, они уже подружились. Все. Теперь будут игрушки. Грульки. Глядя на Беляшика, конечно, понимаешь, ему повезло. Собаки из приюта, тем более с травмой, непростой историей, да еще и пожилой, найти дом крайне непросто. Даже и малыши нечасто уезжают к любящим хозяевам. В Алькином доме, где жил Беляш, сейчас больше 600 псов. И все они, как и Беляшик, хотят домой. В приюте также нужна помощь. Корм, стройматериалы, мужские руки. К похолоданию нужно заделать протекающие крыши. Наталья Архипова, Валерий Чащин, 7 канал.